Вы думали, что коляды закончились на щадрец? А вось и не. Яны протягиваются до водохрыща, якую отзначают 19-го студеня. А проводить коляду яща два дни, аж до 21-го. Белорусские традиции святкования прошли простогодзе, а не которые захавались и до наших дзен. Трыкутцы, бедная, богатая и постная, волочобники-колядовщики, подарунки, вражба, без этого зимовые святы не обыходились. Все ведают, что коляды святкуются с 7-го по 19-го студеня и берут свой початок севой давнины, аж до хорсиянских часов. Коляды – это первоважно святые дни. Другая кутя, она означалась под старый Новый год, это 13-го студеня. И называлась она тлустая, богатая, щедрая, тому, что уже все стравы на столе были скаромные. Подавалось и мясо, подавалось и венджаные колбасы, и иншие стравы. А сама кутя заправлялась маслом альбо мясом. Третья кутя, она готовалась 18-го студеня, как раз перед водохрошчем, и называлась водопустная, альбо водяная коляда. А пошний день перед водохрошчем, звычайно, постились, и тому и называлась она водопустная. Звычайно, на третью кутю господар отчинял дверы и кликал про спорог мороза. И он сказал, мороз, мороз, ходи до нас кутю есть. А после уже вся семья частовалась. И вот лечилася, коли на наступный день мороз полагоднив, стишев свой норов, так тады почастунки господаров им спадабалися. Ну и, треба сказать, после водохрошча, два с половой дни проводили коляду. 21-го студеня с колядой развитвалися Кончаткова. До обеда ничего не робили, а после обеда бралися за откладенные занятки. У Слуцким городским центры традиционной культуры про народные святые обрады ведают шмат. А на щадрец 13-го студеня зладили колядки для школьников и их батьков. Спочатку провели майстер-класс, а потом частовали гостей кутей дырозными присмаками. И сегодня мы с Ганной пропануем вам майстер-класс, на яким мы сделаем колядного аньола, а я кого зараз я вам покажу. Вот такого колядного аньола мы с вами сделаем, и каждый из вас понесе с собой таки выработ, таки подарунок для коляд. Галунными героями обрадового представления колядоушчики идуть радостня суть. Были вядома волочебники. Якраз традиция щадровання на старый Новый год 13-го студеня заховалася у нас. Коза, дед, баба, цыганка. Звучайно, гэтые персонажи, несучи зорку, обыходят дамы с песнями, с пожаданиями господарам счастливого и богатого года. А людей тут те раскрай, хоть ты лыжкой мешай. А те рады, вы нас? Ага, мы-то рады, да кто вы такие? Мы люди непростые, с далёкого краю, с подсамого раю. А куль жавые гадения, простые люди. А идём мы от пана воды, что носит в бороду широкую клопату, сиву да калмату. Не сами идём, в халяду дадём. Ой, каляда, калябница, поставила их на столбе. Ой, каляда, калябница, замочила мы на кусте. Ой, каляда, калябница. Дякую вам, дороженьки, за такую цитовную песню. А якие шкалятки, ты без ворожбы. Дозвольте мне поворожить. Так, ой, а ты увесь год будешь жить в достатку. Гэти год будешь тебе достаток. Так, чёрни. Поглядите, что он вытянул? Поглядите. А он, напевно, за счёту смехается. Смехаешься часто, так? Так? Увесь год будешь усмехаться. Капшанцевала и счастила, господарам треба обовязково запросить калядовщика у дом, почастовать, погулять с козою. Поглядите. 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 Дети и их батьки с задовольнением поудельничали у мероприемстве. Аня пришла с мамой и старейшей сестрой. Было очень весело. Мы гуляли с козой. И мы сегодня сделали ангелочка. Это было очень просто и весело. Красиво у тебя вышла ангелочка. А что-нибудь интересное новое узнала ты сегодня? Ну да. Расскажи. То, что есть старые калятки, они отмечаются с 6 января и до 21. Что вечером нельзя ничего делать, не стирать, не варить ничего. Можно просто лежать на диване? Хороший праздник. Да. Ну и помните, калятные дни лечатся магичными тому ворожба и их обовязковый атрибут. А ворожить можно до 19 студеня. Звучайно, с 7-го начались калятки и тогда уже и ворожили. Ну, ворожила в основном молодь. Девчаты, например, на хлопцев ворожили. Можно было поворожить так. Стать спиною и праз голову перекинуть валенок. У який бок валенок полететь, у той бок девчина и замуж пойти. Альбо, рабили еще так, обхопливали плод руками. Кали, вось, штакетин сотный лик оказывался, тады лечилася, што в этом году девчина выйдет замуж. А як не, ну так не пошанцевала. Вядома, с часом меняется многое и у святкованни, и у прыгметах. А лездауна каляды вызначаются доброчинными справами и учинками. И не забывайте, что вельми важно для человека и просто доброе слово, сказанное своечасово.